Эй, вот кто такие? Люди часто спрашивают, кто такой арбитражник. Я объясняю, что дело не в тачках, конфах и красивых женщинах. Речь про нечто большее, друг мой. Всем нравится красивая жизнь. Кому-то ближе бабло, кому-то секс, другим лямур. Третьим — слава. Но арбитражник, он не такой. Почему? Потому что настоящему арбитражнику нужно сразу всё. Ну что можно сказать, Сергей, спасибо большое, по-другому на интервью тебя никак не выцепишь. Это Сергей Овсиенко и Трафик Кардинал. Всем привет, это «Медиа Трафик Кардинал». И сегодня у нас в гостях Сергей Овсиенко. Всем привет. Серёж, спасибо, что нашёл время. Было сложно, пару раз переносили, но всё-таки мы встретились. Отдельно отмечу, что Сергей не согласовал никакие вопросы. Поэтому сегодня поговорим без купюр. Обсудим мобильные приложения, мобильные подписки. Узнаем несколько личных моментов. А также Сергей похвалится своей недавней новой покупкой. Серёга, для тех новичков, которые нас смотрят, можешь ли ты максимально коротко рассказать о том, чем ты занимаешься? Да, конечно. Я занимаюсь, наверное, уже 9 лет мобильными приложениями. Начинал просто как разработчик. Делал приложения, выкладывал в App Store, смотрел, как это получается. Занимался этим, наверное, лет 5. Потом где-то на YouTube увидел интервьюшку в похожем формате про арбитраж, как ребята делают такие же приложения. Ну, то есть даже гораздо проще приложения под эту тематику, а зарабатывают в разы больше. Заинтересовался, стал делать приложения под ASO. Научился быть топ-1 в поиске App Store. По ключам вулкан, казино, ставки на спорт, 1xbet. И несколько лет этим просто занимался. Сейчас тоже есть это направление, но сейчас основной фокус на мобильных приложениях с подписками, то есть которые дают пользу клиенту по подписке. Про мобильные подписки мы поговорим чуть попозже, а пока расскажи так просто, ты действительно всё отписал. Твой путь действительно был таким простым? Ты посмотрел что-то, какое-то интервью научился, и у тебя всё пошло? Или были разные этапы? Конечно, были разные этапы. Были взлёты, падения, застой. Это норма. Вообще случается каждый год что-то, какой-то нежданчик. Ты был готов к этому? Конечно, всегда готов к изменениям. Интересно послушать о том, что близко твоему сердцу. Не так давно ты сделал себе подарок. Да. Мы стоим на фоне этого подарка. Да. Что за машина? Расскажи, пожалуйста. Макларен 720С, 720С на заднем приводе, 2.9-0-100. В общем, ракета. Как ты её купил, где ты её купил? Я смотрел разные машины к сезону. Хотел что-нибудь, может там, Ferrari 812, ещё пару вариантов смотрел. Но в итоге полетел к другу на день рождения в Дубай. Это была его машина. Он на ней уже полтора года не ездил. Она стояла в России. И он говорит, ну, купи у меня. Предложил нормальную цену. Я подумал, ну, окей, возьму. Ну, и это было удобнее. Не пришлось всё и ждать, да, ниоткуда. Она уже стояла в Москве. Да. Твои первые впечатления, когда ты сел в эту машину? Было что-то особенное? Слушай, я ожидал, что будет страшно. И буду не очень уверенно себя чувствовать первое время. Потому что всё-таки 720 сил, задний привод. Не очень стабильно. Но на удивление сразу поехал, как будто на ней 10 лет езжу. Прям топнул, кайфанул. А у нас была уже какая-то апгрейджена или это стандартная? По мелочи. Вот музыка, всякие жёлтые полоски, жёлтые ремни. Чисто визуал. Технический тоже со сток. Что ты планируешь делать? Пока ничего. Посмотрим, может, яркую плёночку накину, как это надоест. Успел ли погонять на ней после покупки? Успел, да. Сколько? В первый же день. Ну, 240 топнул. По Москве? Я не рекомендую ездить по общественным дорогам с превышением. Ты вообще как хороший водитель? Много ли у тебя штрафов? Номеров нет, соответственно, штрафов тоже нет. Но водитель уверенно себя чувствует. Как ездится без номеров? Останавливают? Давай не будем это комментировать. 22 года у тебя была уже ламба? Да. Дай совет, какими навыками, какими качествами должен обладать человек, чтобы 22 года заработать на ламбу? Ну, нужно пробовать, видеть все шансы, за все пытаться хвататься. Что-нибудь да получится, если прилагать упорство. Давай поговорим подробнее про приложения. Расскажи, в каких нишах вы продвигаете сейчас в основном свои приложения? И какие считаются, на твой взгляд, самыми прибыльными, высокодоходными? Если говорить именно про мою тематику, это приложения, которые зарабатывают на органике, либо на Apple Search Ads. У нас лучше всего в эту историю заходят различные утилиты. То есть спектр очень большой, у нас больше 100 приложений в App Store, только активных. Очень разный спектр. Ты можешь новичкам, которые присматриваются к этой сфере, посоветовать заходить на эти же ниши? Или есть какие-то, которые больше лежат на поверхности, проще как-то попробовать? Советую заходить в утилиты, советую смотреть новые темы, потому что может повезти, ты там увидишь какую-нибудь новую фичу в новом iOS, которая только зарождается. Первым сделаешь приложение на эту тему, и даже без какого-то мотива, без вложений в трафик, ты сможешь достичь успеха. Это реально найти какую-то новую фишку, для этого не нужны никакие чит-коды, кому-то что-то подсмотреть. Ты можешь это сделать сам, если внимательно следишь за тем, что происходит. Да, да, большинство успешных моих приложений именно вот такие, которые заходили в новые ниши. Хочу отметить, что эта история хороша для разработчиков, потому что ты сам экспериментируешь, сам выкладываешь, сам смотришь. А если ты не разработчик, а хочешь зайти в эту историю, все равно какой-то первоначальный капитал нужен, потому что первое приложение 99%, что будет неуспешным, нужны будут итерации, повторы, на это нужен бюджет. Либо найти человека, который так же горит и готовый делать с тобой за идеей. А вообще уровень порога, порог входа в ОСО, он высокий считается? Как ты сам считаешь, он высокий? Я думаю, сильно меньше, чем в приложениях, которые будут жить на трафике с Facebook, с Google, откуда угодно, но все равно с каждым годом нужно делать более качественные приложения, чтобы достигать успеха в App Store. Новичок, исходя из твоих слов, получается, может все-таки попробовать зайти в ОСО. Какой бюджет приблизительно? Может, если найдет хорошую нишу. Ну, бюджет 100 долларов на аккаунт разработчика App Store, и, соответственно, ОСО, если он может, это он сам делает, если не может, ну, там, на одно приложение ОСО стоит 1000 долларов. И разработка-разработка от нуля до бесконечности, как найдет. С февраля 2022 года какие-то трудности при работе с приложениями появились? У тебя заметил что-то такое? Или это прошло плюс-минус незаметно? Ну, на российском рынке стало сложно работать, но последние годы не было фокуса на российский рынок, там 5% дохода было отсюда, поэтому все окей. Фокус не поменялся сейчас, он не на Россию? Да, на весь мир. На весь мир. Нельзя выделить какие-то гео, которые мы сейчас подскажем, они залетят, надо пробовать все, что есть, да? Ну, топ-1 гео по трафику и доходу, конечно, США. Наверное, 50% дохода у нас идет оттуда, и все остальное размазано по остальному миру. Смотри, мобильные подписки. Кто-то из тех, кто давно в арбитраже, тебя, наверное, больше знают по гэмблингу и беттингу. Сейчас появились мобильные подписки у тебя. Какой процент от общего вашей работы занимает именно мобильные подписки, если сравнивать с оставшимися? Если говорить про ревенью, то, наверное, 85% это подписки, 15% это арбитражные истории. Если чуть-чуть углубляться в мобильные подписки, когда ты только начинаешь ими заниматься, на какие факторы следует обратить внимание, когда ты просто разрабатываешь эту тему мобильных подписок? Что самое важное? Найти правильную нишу, найти хороших разработчиков, после которых не нужно будет переделывать по нескольку раз, правильно настроить непосредственно подписки, трекинг подписок, ребилы, АСО. Четыре фактора. Какие-то из типов подписок заходят лучше, хуже, или плюс-минус все заходят одинаково? Чаще всего мы используем недельную подписку с триалом. На ней очень большой хвост ребилов. То есть в среднем у нас на нормальных приложениях, помимо первого ребила, еще 9 списаний идет. Если брать погоду. Бывало ли у тебя такое, что ты долго ждал выплат от Apple больше 2-3 месяцев? Это норма 1,5-2 месяца. Если Apple увидит какую-то активность, которая им не понравится на твоем аккаунте, они могут зафризить деньги, и ты можешь не увидеть выплату и полгода, и можешь вообще ее не увидеть. Какими инструментами ты пользуешься для аналитики, анализа того, как продвигаются мобильные приложения? Мы используем Sensor Tower, бесплатную версию. Мы используем App Store Spy, платную версию, но она довольно дешевая. ASO Mobile, чтобы отслеживать ключи и ASO. Ну и в принципе все это основные. Есть какие-то пути, фишки, как удержать пользователя? Делать более качественный продукт? Это не сарказм? Серьезно. Если будет качественный продукт, он будет удерживаться сам по себе, не нужно будет придумывать какие-то... Да, можно раза в два улучшить ретеншн, если сделать хороший продукт. Какие трудности могут возникнуть при разработке мобильных приложений? И вообще подписок? В подписках трудно интегрировать их, поэтому мы используем SDK и Abhat. Он сильно упрощает это дело. В разработке самого приложения все зависит от ниши. Это может быть как максимально простая ниша, где сложностей в принципе нет. Либо трудная, где нужно уже искать ключики. Что ты скажешь о будущем мобильных подписок? Что их ждет на какой-то срок? Три года, год, пять? Видно, что в App Store становится сильно меньше мошеннических приложений, которые пытались просто пользователя сконвертить на то, чтобы он оформил подписку и дальше забыл про нее и ребилились. Все уходят в качество приложений и в целом App Store чистится. А если говорить про фишки, опять же, есть ли какие-то фишки, которые можно использовать в названии приложений, чтобы они были более популярны? Или так примитивно это не работает, это нужны другие способы? Самые популярные ключи, где больше всего трафика, лучше ставить в название. В остальном неважно. Серег, расскажи, что мы имеем в твоем автопарке? Е63С, ей больше года в моем пользовании. Макларен 720С, меньше месяца в моем пользовании. И Альфа Ромео, Джулия Кватрифолио. Я ее купил, подарил своей любимой жене. Тоже где-то месяц ей. Какие были эмоции супруги, когда она увидела? Как ты подарил вообще эту машину? Заказал из Европы, не было сюрпризов. Шла несколько, ну месяц, наверное. Но эмоции все равно были хорошие. Как часто ты на своей новой машине выезжаешь в город? Ну, раз седьмой, наверное, сегодня выехал. То за месяц просто там то ТО сделать, то вот усилитель менял все время. Ну что, пойдем прокатимся? Поехали, сейчас только кожу достану из-под капота. Да, конечно. Не важно, что у тебя в кармане. Важно, что Most Bad Partners у тебя в сердце. Субтитры сделал DimaTorzok Про чат-GPT могу рассказать, как мы приложили. И что, и зашло? Зашло, мы были не первыми, но одним из первых. Вот тот, кто топ-1 был, зашел в эту историю, он вышел на миллион долларов в месяц ревенью, неофициальное приложение. Мы успели раскачаться за два с половиной месяца где-то до 50К ревенью в месяц и успешно продались инвестфонду за полмиллиона плюс долларов. Они сами на вас вышли? Да. Ты не думал над тем, когда поступило предложение? Я всегда, если есть более-менее адекватное предложение на покупку приложения, я соглашаюсь, потому что это снимает риски. Вот как с чат-GPT сейчас там вышло официальное приложение от OpenAI, и трафик пошел вот так вот у всех остальных. История с чат-GPT, она разовая? Или условно каждые 2-3 месяца, полгода появляется какая-то тема, в которую можно запрыгнуть и нормально подняться? Каждые полгода, может, или каждые 3 месяца появляются небольшие темы, а вот такие, как чат-GPT, ну раз в год, раз в несколько лет. То есть это повезло, успеть туда заскочить получается? Да. Ну, я бы не назвал везением, это поступательная работа постоянная. Если говорить об успешных кейсах, какие-то еще приходят в голову примеры за последние несколько лет, может быть год? Возможно, то, что ты не ожидал, что выстрелит, или наоборот, все шло как по маслу, а потом резко отвалилось. Ну, плохих историй, негативных кейсов много, когда Apple банит, когда что-то случается, это нередкая история. Из таких кейсов у нас тоже было классное приложение, раскачали 60 тысяч долларов в месяц, уже было предложение на покупку за полтора миллиона, и пока мы там тянули, обсуждали, я еще смотрел, но оно растет, это за 8 месяцев мы его раскачали до такого объема. Думаю, ну сейчас еще чуть-чуть подрастет, тогда продадим. И Apple приходит, алгоритмы меняются, и, короче, нас хлопают с этим приложением. Так, так, садись, уйдем. Так, что, тянуть неся? Да. Блин, стрёмно нафиг. Оп. Омывайте один литр сюда заходит. Один литр? Для облегчения. И баг 40 литров. Нормально. Хотели, когда готовились к интервью, задать тебе вопрос, про самую дорогую покупку, последнюю? Я так понимаю, мы сейчас в ней находимся. Нет, последнюю я на этой неделе купил базу отдыха «Глэмпинг» в Подмосковье. Какой-то сторонний бизнес? Ну, я хоть, как бы, идет кэшфлоу входящий, хочется диверсифицироваться. Я купил там три квартиры всем в том году, но они особо не растут, мне эта история не понравилась. А с этой история тоже недвижка, тоже надежна, но если все наладить, то там окупаемость два года, и потом можно будет еще с мультипликатором большим продать этот бизнес через год. Если просто будут клиенты, они приезжать будут, да? Ну да, обеспечить маркетинг, обеспечить нормальные условия людям, и будет классно. А «Глэмпинг» он, ты выкупил прямо с землей вместе? Да, вместе с землей. Далеко от Москвы? От меня ехать где-то час двадцать, ну, сто команд МКАДа. Сто команд МКАДа. А сейчас она уже функционирующая? Это просто оперативка? Он уже год функционирует, да, просто люди там не очень управляли хорошо, так скажем. Небольшая заполняемость была, и я думаю, мы можем сделать лучше. Я так понимаю, машины к вам в семью попадают не только как покупки ваши осознанные, но вы еще и выигрываете их. Ну, недавно был такой случай, участвовали в шоу «Открыть контейнер» или «Найди контейнер», как-то так называется, у блогера Жекич Дубровский. Там выиграли Jaguar XKR. Я смотрел видео, Оля, твоя девушка была очень рада. Ну да, да. И очень неожиданно было, вы первые это начинали. Что с машиной сейчас? Она делается, стоит в детейлинге у нас. Пока доделывается, будем смотреть дальше. Тоже такой летний вариант, да, можно сказать? Ну, конечно, да. Это сколько было-то? Кроме чата GPT, какие-нибудь еще кейсы, может быть, вспомнишь? Интересные. Ну, например, если то, чего я не ожидал, например, у нас там QR-код сканера, сейчас 4 штуки. Я думаю, уже история… А ты умерла, да? Да, ну потому что там тысяча приложений, там есть большие прилы, которые там миллион долларов в месяц зарабатывают на тех, кто хочет сканировать QR-код не через камеру, а через стороннее приложение. Но у нас получилось, на некоторых гео идет хороший доход. Здорово. Что-то вечно, что-то не может умереть. Что касается мобильных приложений, вы разрабатываете для любых ниш? Или есть какие-то ограничения, связанные с тем, что вы не хотите куда-то лезть, или что-то сложно технически? Мы пока не лезем в контентные приложения, где нужно там каждый день что-нибудь заполнять. А в остальных, наоборот, если приложение технически сложно, это значит, что там будет мало конкурентов, значит, стоит посмотреть, покопать в эту историю. За что чаще всего прилетают баны? Раньше прилетали за трафик, который пытались заливать. Там всякие, бывали меслидные креативы, Apple за этим даже следит. Бывали за нарушения на пайволах. Там где-то крестик маленький, где-то кнопка маленькая, где-то цена маленьким шрифтом. Но как бы это уже в прошлом, научились с этим работать так, чтобы Apple устраивала наши пайволы. Ну и за мотив, за то, что мы пушили, тоже было вот несколько кейсов. Но сейчас умеем работать. Последние полгода точно банов, связанных с мотивом, нет. Получается, есть какой-то своеобразный чек-лист, который вы проверяете, когда выпускаете приложение, чтобы он соответствовал всему, что на это. Сколько по времени занимает разработка одного приложения? Очень зависит от ниши. Какие-то делаем буквально за пару дней, накидывает разработчик, какие-то месяцами. А если говорить не разработка, а скорее тестирование удачного, чтобы потом, ну, чтобы понять, что оно там хорошо зашло, сколько на это может уйти времени? В течение месяца уже понятно, приложение будет успешным или неуспешным. И если переводить на деньги, сколько на одно предложение тратится, мы можем посчитать или это так не считается? Ну, у нас себестоимость небольшая, то есть у нас своя бот-ферма. Основные затраты это все равно именно пуш-мотивом, пуш-трафиком. Потому что у нас бот-ферма, своя технология, эти косты низкие. То есть основные затраты у нас это все-таки разработка. Хотя у всех основные затраты это трафик. Но разработку там от полутора тысяч долларов на самое простое приложение до там 15 тысяч. На каком языке вы пишете и влияет ли выбранный язык на сложность? Вообще берете вы эту работу или нет? У нас Swift и Flutter, два основных стэка. Swift нужен для тех историй, где происходит какое-то взаимодействие с самим айфоном. А Flutter, ну, какие-то общие простые приложения, на нем можно писать. Ну, либо подключают туда уже Swift разработчика. Но у Flutter есть другой плюс. Например, потому что Swift, Apple палит каждый раз, если ты заливаешь это приложение, немножко изменив на другой аккаунт. Ну, как там, вторая попытка, рискин. И Apple это видит и не пропускает его, говорит, ну, спам. Это приложение уже есть в App Store. Нам этого не надо. А Flutter, даже если ты переработаешь там 20%, из-за того, что это не нативный язык, чаще всего проходит. Тогда интересно поговорить о твоей бот-ферме. В каком-то интервью ты очень скромно сказал, что это было долго и дорого. Насколько дорого? Ну, мы, наверное, первую версию более-менее работающую год пилили. Ну, вот тысяч шесть каждый месяц. Итого, ну, 70 плюс тысяч долларов. За год? Да. Как выглядит твой рабочий день? Первым делом открываю статку, смотрю, как все растет, как все классно, мотивируюсь, делаю пару каких-нибудь простых задачек на 5-10 минут, чтобы просто пару галочек поставить, открыть день. Потом сажусь уже капитально анализировать, что происходит с какими приложениями, с какими партнерами, что происходит. У нас сейчас больше 15 партнеров. То есть просто команды разработки к нам приходят, говорят, вот мы можем там делать продукты, вот у нас есть пул своих продуктов, либо скажите нам, какой пул продуктов сделать. Они делают брилки, мы им заливаем, ревенью делим, все счастливо. Соответственно, всю коммуникацию, поиск новых ниш, анализ текущих ниш, анализ того, как увеличить конверсии, конверсии в покупку, конверсии в продление, конверсии в инстал. Вот такая вот заварушка каждый день. Ну, отскакивает от зубов, но не очень интересно это или интересно тебе этим заниматься? Очень интересно. Очень интересно. Два года назад, там до пандемии условно, ты тем же занимался уже? Нет, все-таки больше упора на арбитраж тогда было. Ты сейчас больше в руководство уже уходишь как бы своей командой, да? Говоришь, что делать, какие-то ключевые точки сам проверяешь? Да. Очень сейчас модно учиться вот этому управлению коллективом, как управлять, как ставить задачи, мотивировать сотрудников. Учился ли ты чему-то или все по наитию и сам делаешь просто? Ну, как обычно, пару YouTube роликов посмотрел на эту тему, но у меня пока какого-то структурированного подхода к этому нет, но я думаю, что это моя точка роста. Не надо брать это за пример и там говорить, что контроль и управление не нужно. Просто у меня получилось так, возможно, было бы лучше, если бы я выстраивал это. То есть, ты считаешь, что это может помочь? Если говорить о команду, как ты говорил, то, что пришлось поменять три команды разработчиков, что-то не ходило. Как сейчас команду? Удалось ли сформировать тот состав, который пока не изменен? Да, есть основная команда у меня, там сотрудников 50, наверное, сейчас. Я туда практически не погружен. Раз в месяц созвоны и раз в неделю чего-нибудь помогаю в чате. Раз в месяц этого достаточно для контроля того, что происходит? Ну, я решил попробовать такой формат. В принципе, он хороший, ребята развиваются, растут. Наверное, если бы я давал больше фокуса, больше контроля, наверное, я бы развивалась быстрее. Поэтому сейчас буду пробовать формат, где будет офис и непосредственно я буду руководить командой. Под офис планируется ли расширение команды? Это будет отдельная команда. Я не хочу ломать процессы в той. Все хорошо там, растет, все классно. просто сделаю отдельную команду. То есть, ты считаешь, если кого-то еще набрать, могут какие-то проблемки возникнуть с мотивацией? Ну, там есть свой менеджмент, у них своя мотивация. Все развивается хорошо. Как бы, я хочу больше, поэтому просто сделаю отдельно. В Москве? Да. Уже понимаешь, сколько человек будет в команде? В первый год не хочу выходить за рамки 30 человек в разработке, в продвижении на органике и Apple Search Ads этого достаточно, чтобы делать неплохие объемы. Учитывая твою нишу, учитывая то, что у тебя уже есть команда, ты открываешь новую, есть ли какие-то незаменимые кадры, которые точно должны быть топ-уровня? Или это все зависит от того, как это все смешается, как это будет работать? Разработчики по-любому нужны, хорошие, это основа. Ну и управление этим всем должно быть более-менее налажено. Я вот такой не структурированный человек, нужен мне кто-то, кто умеет проджектить. Еще хотелось бы мне с тобой обсудить такой момент, как что у нас сейчас модно в обществе лидеры мнений, инфлюенсерства, людей слушают, потому что они что-то, чего-то достигли, в том числе и в арбитраже, появляются новые лица, кого-то раскручивают с нуля, кто-то сам раскручивается там на протяжении последних пяти лет, как тебе самому эта движуха, интересно ли она тебе, много ли с кем общаешься из сферы, как вообще смотришь на тех, кто рассказывает, как надо заниматься арбитражем? Ну, очевидно, наверное, всем, что 90% тех, кто чему-то учат, сами ничего не умеют, там попробовали, что-то получилось, что-то не получилось, скорее не получилось, поэтому они пошли рассказывать. А из тех, кто реально что-то может, у кого есть успех в этом направлении, они просто фокус держат на том, чтобы этот успех масштабировать, а не чтобы кому-то дарить этот успех. Ну, то есть вариант, то, что действительно что-то дельное рассказывает просто то, что он хочет, минимально? Ну, я, наверное, даже не видел таких кейсов. С кем-то из... Кого ты можешь назвать, кто тебе интересен, за кем ты следишь по арбитраже? У меня фокус уже давно не на арбитраж, а больше на белые мобильные приложения с подписками, и там, в принципе, есть мировые ребята мирового уровня, за которыми интересно следить, да. Не наши? Ну, у нас тоже есть классные команды. Может быть, пару каких-то фамилий или команд, чтобы, если наши читатели захотят погуглить? Ну, мне нравится канал на YouTube AppMasters на английском языке. Чувак там разбирает разные приложения, паеволы, онбординги, ниши и интересные интервью. На русском языке это SubHub, подкаст у них. Я тоже у них был в гостях. У них, правда, не так много, по-моему, выпусков 15, но они приглашают классных ребят из классных компаний продуктовых по именно приложениям с подписками. и, как мне кажется, точное признание тебя, как инфлюенсера в арбитраже, хоть ты сам говоришь, ты отходишь от него, это, так скажем, заключение амбассадорства с Мосбетом. Да. Как это произошло? Как они на тебя вышли? Ты познакомился на какой-то тусовке с ними за коктейлем? Что было? Как это? Я, как привык всегда раньше, ни с кем лично не общался, ни с кем не был знаком, просто там через интернет, через телеграм, нашел Мосбет, нашел их партнерку, я не помню уже, то ли кто-то порекомендовал, то ли как, онлайн, и даже не тестировал, я даже не пробовал никакие другие партнерки, не пытался заливать, просто с ними договорился, поставил их ссылку в свое приложение, которое стояло в топе, и пошли деньги. Наверное, с ними лично познакомился где-то через год, когда уже стал топ-мастером у них, ну и все, через какое-то время появилась медийность, мои выступления, им было интересно, они предложили сами аббассадорство. Как-то ты анализировал рынок, думал, сомневался, стоит ли ассоциировать себя с ними, или это само собой получилось, учитывая то, что за год работы никаких проблем в вашем взаимодействии не было? Не анализировал, ничего не смотрел, сразу как предложили, я сказал, классно, давайте делать. Позже мне предлагали другие компании, даже там лучшие условия, но я даже это не рассматривал. Почему? Ну, я всегда с ними работал, я к ним лоялен, они ко мне лояльны, зачем мне это портить? Ты готов топнуть? Я боюсь. Смотри, включаем спорт режим, даже не трек, просто спорт. Аэро. И? Спасмас вылетели. Спасибо.